Добрый вечер. Я обращаюсь на русском языке, потому что это видео я буду показывать гражданам Российской Федерации и распространять по России везде, где только будет возможность. Сегодня 25 июня 2022 года. В Украине пошел пятый месяц войны. Вот вчера мы отметили такую неприятную дату. Ровно 4 месяца войны. Войны России против Украины. 4 месяца агрессии России против Украины. 4 месяца оккупационных боев. Жестоких зверств. Я смотрю, что рассказывает российское телевидение об этих событиях, и у меня просто все стает дыбом. От того количества вранья, которое насыпают по российскому телевизору, в российских интернет-изданиях, в соцсетях и так далее. Настолько лживая и неправдивая информация, просто зверская пропаганда, и мало того, что это неправдивая искривленная информация, она в каждом своем сообщении несет в себе очередное напоминание россиянам о том, что Украина – это недогосударство, что украинцы – это фашисты, их нужно уничтожать, истреблять, стирать с лица земли. Знаете, сегодня еще есть адекватные россияне, которые не стесняются говорить правду, даже живя в себе в стране. Но даже те люди, которые не поддерживают войну, не поддерживают Путина, не поддерживают такую политику своего государства, они все равно не понимают глубину того, что происходит. Или если что-то понимают, то понимают не полностью, и не так, как это действительно есть. Потому что никакой проплаченный российский пропагандист с телевизора вам не скажет того, что сейчас переживает каждый украинец, что сейчас переживаю я, все вокруг меня, что сейчас переживают люди, которые живут в тех районах, где сейчас идут просто жестокие горячие бои. Сейчас ровно 22 часа. В нас началось комендантское время. Вот при таком свете, перед которым я сейчас сижу, мы уже сидим пятый месяц. У нас свет не горит на улицах, у нас свет не горит в домах, в квартирах. Мы сидим в темноте, и сейчас, возможно, даже еще не успею записать до конца это видео, как может прозвучит уже воздушная тревога. А рядом стоит со мной лежит чемоданчик. Небольшая сумочка, в котором лежат мои документы и самые главные вещи на случай, если нужно будет срочно покидать свой родной дом. Мы так живем уже 4 месяца и один день. И понимают, что вы не все знаете о том, что происходит. Я буду каждый день вам рассказывать одну историю. Просто действительно рассказывать о том, что на самом деле происходит. Каждый день по одной истории. За день случается очень многое. Я сегодня выбрал одну историю. Для начала, чтобы не грузить вам мозг, чтобы вы просто начинали думать. Думать самостоятельно, не слушая о том, что вам рассказывает телевизор, что вам рассказывают соседи или еще какие-нибудь задурманенные сумасшедшие. Сегодня в Сумской области два вертолета, не залетая на территорию Украины, два российских вертолета военных, запустили по селу неподалеку границы шесть ракет. Они уничтожили больницу, школу, библиотеку и дом культуры. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Вот просто одно событие. Вот так произошло. С территории России два вертолета запустили шесть ракет по селу на территории Украины. И уничтожили там школу, больницу, библиотеку и дом культуры. Скажите, пожалуйста, зачем? У вас есть ответ на этот вопрос, зачем это сделано? Освободители? Освободили жителей села от всего, что в него было. Жители села освободили от больницы, детей от школы, от дома культуры, от библиотеки. Зачем это все? Зачем это Украине? Зачем это нам? И скажите, пожалуйста, зачем это вам? Зачем это России? Зачем это российской власти? Зачем это русскому народу? Что из этого получил агрессор? Какую выгоду? Никакую. И чтобы это понять, нужно понять то, что это безжалостная война на уничтожение украинских населенных пунктов и их жителей. Это война на уничтожение Украины и украинцев. Это просто стирание с земли всего, что тут есть. Она не несет никакого смысла. Кроме одного. Это уничтожение народа. Освобождение этой земли от этого народа. Вот единственное, от чего россиянские войска освобождают Украину, это от самых украинцев. И разрушают здесь все подряд. Завтра будет другая, новая история. Мы еще не знаем, что именно случится завтра и что именно из того, что случится, я вам расскажу. Но я буду каждый день вам рассказывать по одной истории в день. Чтобы вы думали для себя ответ на вопрос, зачем эта война? И стоит ли ее поддерживать? Стоит ли вообще хоть каким-нибудь образом одобрять действия кремлевской власти? Это 25 июня 22 года. Первый день пятого месяца войны. Продолжение следует...